Основной источник тепловой энергии в городе Армавирская ТЭЦ в прошлом году была выведена из эксплуатации. Её заменили две новые подстанции, которые успешно отработали всю осень, зиму и весну. Котельные вновь запустили 15 октября, когда в Армавире стартовал отопительный сезон 2017-2018. О состоянии теплосетей рассказал директор Армавирского филиала «Газпромтеплоэнерго Краснодар». На сейчас все котельные работают. Проблем с отоплением, связанных с тем, что мы не можем подать циркуляцию и, как соответственно, отопления уже нет. Все вопросы, которые возникают из-за отсутствия отопления в квартирах, мы решаем совместно с управляющими компаниями. Пока замечаний особых к началу прохождения отопительного сезона нет. К этому сезону коммунальщики готовились активно. Было заменено более пяти километров теплотрассы. В котельных установлено четыре новых бойлера. Для теплоснабжения нескольких домов в поселке ТЭЦ в районе Зима и Нефтекачки построены три небольшие топочные котельные. Они могут гарантировать постоянную подачу тепла в дома Армавирцев в совокупности с двумя автономными блочно-модульными котельными, которые оснащены современным оборудованием и не зависят от подачи внешней электроэнергии. Во-первых, здесь не требуется внешняя электроэнергия, стоят газопрочтевые установки, которые с той стороны сейчас, они слышите, гудят. Они дают электроэнергию на нашу котельную. Плюс к тому стоят современные немецкие котлы, современные теплообменники. То есть, котельная, она работает у нас с октября прошлого года. Ну, вообще-то, экономичная, красивая, удобная в эксплуатации оборудование. Как рассказал Николай Семдянкин, перед вводом в эксплуатацию, Армавирский филиал проводил испытания сети и выполнил запланированные мероприятия для подготовки к отопительному сезону. При этом Ростехнадзор выявил ряд недочетов на коммунальных объектах. Паспорт готовности к зиме будет получен после их устранения, то есть до 30 октября. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ, Армавир.